Сегодня мы сделаем такую занимательную штуку. В любой мышке мы прорежем другой мышкой, которая идет по сплайну, какую-то брешь геометрию. Мы видим, что это не дисплейсмент, это действительно прорезание внутри мыши. Где это можно использовать? Планамика следы на снегу делать, отверстия от пуль, заготовки под детали, под сверление, когда делают симуляцию станка. Применение кучи. Делается достаточно просто, сейчас быстренько по эту точку побежите. Как оно работает. Значит, для начала мы должны в Gnistradal свечить этот плагин, по цели, в каком-то каком-то alternate generation framework. Дальше мы создаем blueprint с вот таким вот мешектором, dynamic mesh actor. Смотрите, не generate, а именно dynamic mesh. Просто только мы его создадим, нам нужно будет сделать чуть-чуть кода, blueprint. Значит, сначала посмотрим на construction script. У нас здесь вот по умолчанию только dynamic mesh component 1. Второе добавил до следующего урока, когда мы будем делать с произвольной мышкой, а не с встроенной примитивой. Итак, что у нас здесь есть? В construction script мы получаем доступ к dynamic mesh, то есть вытягиваем компоненты и к dynamic mesh. Дальше мы делаем функцию reset. Reset надо, чтобы очищать буфер, точнее пул, от всяких набившихся туда мешек, потому что если это не делать, то потом есть некое изменение, когда мы вносим, они могут не отображаться. Если не очищать, то, допустим, в бревском стаксе скрипта гидинамик mesh, а он все равно останется на сцене, сам mesh. Так работает она и. Дальше что мы делаем? Copy Mesh from Static Mesh с встроенной функцией, и mesh, которую мы выбираем, это просто Promoted Variable, она автоматически создалась вот на переменную, и благодаря этому мы получим такой вот mesh. И дальше у меня тестовая функция addHole. В связи с тем, что у нас вот эта функция addHole идет в construction script, то у нас она отрабатывает только один раз, то есть мы добавляем какое-то отверстие. Для начала посмотрим, вот куда оно добавилось, то есть по координатам этой сферы вот это отверстие. Если бы мы передвинули сферу, если бы мы запустили construction script, то отверстие было бы уже вот здесь, ну, туда, куда переехала сфера. Итак, значит, теперь смотрим, что за addHole, что это за функция. Значит, для данного таска у нас вот этот вот кусочек рука. Всего пара нодов. Так, что у нас происходит? Здесь у нас идет allocate Compute Mesh, значит, как читаемое записание, она берет из пола уже созданный динамик Mesh, а если пол пустой, то создаем новый динамик Mesh. Хорошая вещь. И appendCylinter. Вот этот цилиндр, тем, который мы прорезаем вот это вот отверстие. Сначала посмотрим всю структуру, а потом с координатами цилиндра разберемся. Дальше, что мы делаем? Мы берем опять доступ к динамик Mesh, getDynamic Mesh и dynamic Mesh Component. Вот наш компонент, куда мы запихнули наш кубик. И здесь apply Mesh Bullin. Что это за Mesh Bullin? То есть у нас идет обычный булин между тем нашим динамик Mesh и тем Mesh, который мы добавили, то есть цилиндром. Мы высчитаем цилиндром из нашего Mesh. Obs. Subject. И release all compute meshes. Это мы освобождаем пул, чтобы у нас все эти наши Mesh не хранились в памяти, не забивали разу. А теперь, значит, еще посмотрим на координаты, которые у нас должны задавать место, где режет наш цилиндр. Так, actor. Get actor location и promote to variable на actor. Actor мы делаем общедоступным. И что такое actor? Это мы просто, когда здесь мы выбираем тот объект, за которым мы будем следить. То есть у нас выбрана эта сфера. Эта сфера, ну, чтобы создать понимание, у меня в секвенции приотачена к сплайну и катается по сплайну. И, соответственно, когда мы получаем координаты сферы, мы получаем ее положение на сплайне в данном внутреннем. Так, берем get actor transform, actor, который наш вот этот кубик, и inverse transform location. Ну, как видно из описания, она переводит глобальные координаты какого-то объекта к локальным координатам какого-то текущего объекта. И это все заводим в transform location. Вот это наша функция прорезания. Ну, и теперь идем в вариант граф. И тут у нас вариант графия. Какая-то верхняя не смотрим. Нас нарисует только вот это. Add hole. Каждый тик у нас добавляется, добавляется, срабатывает наша функция. Теперь, почему она такая вот щербатинка? Потому что, как-то не крути, но за тик наша сфера проходит какой-то определенный промежуток, какое-то расстояние. Но так как функция срабатывает именно раз в кадр, то получается такими трехками. Раз, два, три, четыре, пять. Значит, как резать ровно, я еще пока не придумал. Но, в принципе, для этого можно использовать не сферу, а что-то более вытянутая, допустим, которая не будет экстрельских кружочков, то она, в принципе, уже будет работать. Вот такой вот получился у нас занимательный скриптик, который позволяет резать вот так вот мышкой и в любой другой мышке.